Задавайте. Я... Ну, вы кто вы? Скажите, как вас зовут? Я Александр. Ох! Не слишком ли вы маленький для Александра? Ну, Саша. Ну, хорошо, Саша. Сколько вам лет, Саша? Мне 15. Город? Город Ростов. Историю Ростова изучали? Честно, нет. Не интересуюсь. Хотите уехать из Ростова? Да... Вообще, да. В какую сторону? Южная Корея? Это... Это... Нет. Я... Я тоже об этом не задумывался. Уехать хоть куда? На воздушном шарике? Да. А мама, папа, собачка? Всё оставляете? Ну, почему? Ну, у меня мама сама говорит, уезжай отсюда. Ну, нормальная мама. Ну, потому что тут реально, ну, капец. Полный. А что больше всего вас гасит? У меня гасит общество. Ой, ну вы такой маленький, Саша. Вы там, наверное, мороженое поедите, там, в футбол поиграете. У вас жизнь куда вас? И ногами запинают меня. Почему? Да, ну, тут общество реально агрессивное очень. А когда вам было 5-6 лет, вам хорошо было жить? Конечно. Ну, а 9-10 хорошо было жить? 9, да. Последние 2 года не очень. А почему вас пинают? Вы что, с Украины? Да нет, не пинают. Это я так... Ну, а почему вы видите агрессию сейчас? А что случилось за 2 года? Даже не знаю. Ну, как-то поколение это... Как-то в агрессивную сторону пошло. А вы тоже чувствуете, что вы агрессируете тоже, нет? Вы же не можете... Да нет, я нет, я не агрессирую. Слушайте, и мама не агрессирует в обществе? Вот ваша семья не агрессирует сейчас? Нет, мама не агрессирует, папа не агрессирует. Нет, не на вас, а, ну, там, на улице. Кто-то маму крикнет, она что, мимо пройдет? Да нет, ну, нет. В смысле, мама этого даже не знает. А что она не знает? Нет, мама агрессирует вообще само общество, само на себя грызется друг на друга. Ну, приведите пример какой-нибудь, чтобы там было понятно. Ну, вот, например, год назад к нам перевелся мальчик. Маленький, беззащитный, с какой-то деревней там. И он уже как год, его просто обижают, стебутся над ним, то, что он очень маленький и не может отпор дать. У него родители бедные. И, ну, вот, все, он не может отпор дать. У нас в школе был мальчик, его били постоянно, имя было Клоун. Ну, взяли и вот обозвали. Я не знаю, почему. И всем было смешно, Клоун, Клоун. Пиздили все. Вот, 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 даже вот самый уебышный, которого все пиздили, и тот его бил. Я уже думала, вот те, которые бьют, у них может быть объединение, что раз их бьют, может, они друг друга не будут. Нет, и его тоже били те, кого били. Ну, вот, и мы закончили школу. Он поступил учиться. И он поступил учиться на ветеринара. Вот, кто-то попал в тюрьму, кто-то, кого-то зарезали. Вот, кто-то учился, кто-то не учился. Вот, ну, это я просто, я знала, что он пошел на ветеринар. И вот у меня заболела собака. Я с ней гуляла где-то в лесу, и он, собака подцепила, что-то, клеща, что ли, укус клеща, ну, весной. И повезла ее в ветеринарку, врач сказал, через три дня умрет. У собака пожелтела, еле-еле двигала лапками. Вот, и иду я плачу. Мне еще помню сдавать экзамены. Ну, какие экзамены, у меня собака умирает. Я иду плачу. Встречаю у этого своего одноклассника, который клоун, который били. Вот, он говорит, что ты плачешь? Я говорю, у меня собака умирает. Он говорит, а можно я на нее посмотрю? Я говорю, ну, я только что ее отвезла, ветеринар сказал, конец. Три дня осталось. Он говорит, я учусь сейчас на ветеринарном, да, я посмотрю. Ну, как бы, я буду ветеринаром, я, может быть, что-то могу сделать. Ну, думаю, ну, ничего, как бы, плохого-то не случится, возьму, конечно. Он мне собаку вылечил. Вот этот клоун, который били все. Наша центральная воронежская ветеринарная клиника сказала, что, ну, она как бы бессильна была, медицина бессильна. Он поехал к себе в институт, какие-то колбочки, микстуры как-то там перемешал, приехал, поставил капельницу. И собака вылечилась так, потому что вот мальчик, который пиздит, может быть, он будущий вундеркинд. То есть в школе не видно. Школа такая дебильная система, что ставит клеймо, типа, дебил. Может быть, мальчик учиться не хочет, может, ему обидно, что все его обижают. Но какое-то время после школы, может быть, пройдешь, а он там бизнесмен. Ну, конечно, я, честно говоря, спросила, ты всех простил, он сказал, да, в принципе, я как бы и не обижался. Он их простил. Может, и ваш мальчик простит всех, кто его бьет. А вы его защищаете, нет? Ну, честно, я говорил, но это бесполезно. У нас такие одноклассники-то, что, ну, все равно, абсолютно. Кровать у меня папа там. А чем его бьют? Просто кулаками по спине или как? Какие у него просто синяки, ушибы, в лицо не бьют? Нет, ну, например, он там в коридор выходит, ему по спине как дадут. Ну, все. А вам попадает? Вам лично попадает? Нет, у меня там, ну, как бы, у меня нормально. Я общаюсь со своими одноклассниками. Но, как бы, мои слова им наплевать на них. А учителя, вот вы, как могут учителя не видеть этого? Это же школа. Вот, вот это я тоже не понимаю. Вот наш классный руководитель, ей 27 вроде, был разговор. Есть один мальчик у нас тоже, он такой необщительный, задрот. И он тоже начал издеваться над ним. Получается, два мальчика издевались над ним с самого начала. Что-то вот этот мальчик, над которым издевались, он не жаловался. Кто-то пожаловался классному руководителю. Ну, пошла беседа. Беседа говорили, зачем. Приводили, получается, отца вот этого мальчика, на котором издевались. И, ну, получается, ругали их очень сильно. Но они говорили тоже, что так больше не будут. Вот этот мальчик, который задрот, он тоже, ну, он сказал то, что он больше не будет. И он больше не издевался над ним. А мальчик, которому вообще все равно, он до сих пор продолжает. А мальчик, которому издевается, он не жалуется. Ну, то есть он, как бы, в душе. Ну, как вот вы говорите, пример с ветеринаром. Он простит. Он не злопамятный. Да, у меня другой пример. Девочку из Казахстана. Она в седьмом классе перевелась. Ее насиловали мальчики из моего класса, из параллельных классов. Она делала аборты в 16 лет, там, пыталась как-то стать популярной. Ну, то есть перестать быть жертвой. Но ничего не получалось. Только когда она закончила школу, поступила в университет, она оставила позади все свои вот эти вот... Ну, то есть они от нее отстали. Они тут, наверное, пошли изнасиловать других девочек. Но пока она вот ходили вот 8, 9, 10, 11, ее насиловали. Вот. И потом, прошло много лет, я с ней переписывалась. Я в Америке жила. Она вышла замуж за какого-то воронежского священника. А может, не воронеж, может быть, в Отрадном где-то живет. Ну, то есть под Воронежем какой-то. Рамонь. Вот. Много детей у них там. Не знаю, пятеро детей. Вот. И я у нее спросила, кто-то из ее насильников сидел на тот момент. Не заизнасилована, на что-то другое. Она ни на кого не жаловалась. Кто-то уже повесился. И я спросила, вот как ты смогла создать семью, родить детей? Она спокойная, она умиротворенная. Она говорит, я всех простила. Но у нее муж священник. Вот. Он все знает. И она всех простила. Ну, дело в том, что если бы мы могли прокстить и закрыть книжку, ну, вот, книжку сдали, все. Вот. Ну, грубо говоря, Анна Франк написала свой дневник. Мы наказали этих фашистов. Все, да. Но это же по кругу. То есть те, кто обижал, они родили новых детей. И следующее поколение повторяет то же самое. То ли их дома пиздит. Где-то они это получают. То есть как машина времени. Вот. Ничего не меняет. То есть пиздили нас. Потом наши дети продолжают быть жертвами. Вот у меня подружка. Спасибо.